Безопасность в быту, на улице, на дорогах и поведение при пожарах. Всем этим, казалось бы, элементарным вопросом и посвящена республиканская акция. Однако цифры статистики говорят об обратном. Знать правила одно, а вот соблюдать совершенно другое. Закрепить навыки учащихся Бавруйского района приехали сотрудники ГАИ и Госэнергогазнадзора. Место встречи – Телужская школа. Как правило, дорожного движения, как правило, то, что касается безопасной жизнедеятельности, то, что проводят лекции МЧС. Точно так же правила электробезопасности надо повторять и повторять и повторять. Не зря говорят, что повторение – мать учение. Чем больше мы про этот момент освещаем, рассказываем, тем больше у любого человека, не только у ребенка, откладывается в голове, что какие-то элементарные, что вот видят там поврежденный шнур или штепсельную розетку, и он уже знает, что это, что чем-то опасно, чревато. Что в таком моменте надо сказать взрослому, да, и ни в коем случае туда ничего не включать. И такими приборами, которые имеют следы, к примеру, повреждения, не пользоваться. Здесь мальчики и девочки стали участниками викторины. Вопросы звучали разные, но всех объединила одна тема – безопасность. Отправил пользование электроприборами до ПДД. К слову, как вести себя в различного рода ЧП дети знают, но повторение – мать учения. Если ты втыкнешь в неисправную розетку шнур от утюга, от пылесоса, то все может загореться и задымиться. Какие ты знаешь номера службы спасения, экстренной службы? 101 – пожарные, 102 – милиция, 103 – скорая, 104 – газовая служба. Нельзя прикасаться к оголенным проводам, руки, чтобы были сухие, вода не должна попадать на них. И в случае возгорания нельзя тушить водой. Нельзя ходить по тонкому льду, оставаться одними, безврослым, допустим, в лесу, около водоемов. Акция «Единый день безопасности» продлится до 1 марта. Все это время инспекторы всех служб будут проводить встречи с белорусами. Это профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также обучение поведению в условиях ЧАЭС, аварии и оказанию первой медицинской помощи. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бавруйск, 360.